ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ О, здравствуйте, а я вас видел на ютубе. Здрасте. Вы, по-моему, общались с дядей Славой несколько раз. Да было такое, он бегает от меня. Да, вы очень многое хотели показывать как раз на вашем экране сзади о том, как Россия не права. А ты блогер, да? Нет. Я озвучкой занимаюсь, просто вот сейчас сижу и общаюсь с людьми. Озвучкой что ты имеешь в виду озвучкой? Что ты озвучиваешь? Рекламные ролики. Да ну нафиг. Ты умеешь говорить разными голосами? Ну, теми голосами, которые нужны, за которые платят, могу говорить. А ну давай скажи что-нибудь. Зачем мне вам это говорить? Вы заплатите мне за это? Нет, чтобы я послушал, что ты не врёшь. А зачем мне доказывать вам, что я не вру? Ну, не знаю. Хороший вопрос. Ну? Ну, для того, чтобы у меня не создалось плохое впечатление о тебе. Ну, неужели это важно для вас, как минимум? У вас же есть всегда столько ваше мнение, и вы вряд ли придерживаетесь какого-то другого. Это неправда. Я человек фактов. Ты знаешь, я очень легко поменяю своё мнение, если оно упрётся в какие-то факты, опровергающие его. Легко. Ну, смотрите, вы у дяди Славы там доказывать пытались всё из интернета. Вы реально думаете, что в интернете вот прям есть факты? Вот прям неопровергимые факты? Тогда ты можешь сказать, я не уверен, что я живу в России. Я не знаю, не уверен, что земля круглая. Я не знаю, водится ли кенгуру в Австралии. Правильно? Исходя из твоей логики. Определённо. Да. Не, не, но если ты придерживаешься вот таких взглядов, как бы, ну, вообще на всё, то не такие люди, как ты, вертят землю, понимаешь. Не, а я не говорю, что я пытаюсь сейчас вертеть землю. Нет, нет, если ты показываешь свою, ну, каждый человек может быть ограниченным там в той или иной степени. Если ты показываешь свою полную ограниченность, я же не говорю, что ты не такой. Может быть, ты и такой реально. Я в этом сомневаюсь. Возможно, я же ничего не отрицаю, понимаете. Я ничего не отрицаю и ничего не подтверждаю. Нет, нет, я понимаю, это хорошая позиция, страусильная такая, хорошая. Нет, страусильная позиция, это как раз-таки просто засунуть голову в песок. То, что ты сейчас и делаешь. Ты же говоришь, а я же не знаю, я же не знаю, я же не вижу, я же ничего не могу доказать. Приходите такие очень скрытые, но очень обидные оскорбления. Для чего вы это делаете, я не понимаю. Тебя обидело слово страус или что? Огорчило, я бы так сказал. Ты плохо относишься к такой птице, как страус? Ну, определенно, да. Почему? К ней могут подойти, натворить всякие дичи. Это ровно то, что с вами сейчас делает ваше правительство. Совершенно верно. Кстати, ты знаешь, ты сам четко к этому подвел. Заметь, не я это сказал. Нет, нет, как раз-таки мы разговаривали про птиц, а про правительство сказали уже вы. Поэтому это вы сказали, а не я сказал. Да, но метафора была прямо вот такая. Ну, это же вы сказали. В чутельку. Вы говорите, вы сами к этому подвели, а вы сказали, это ли я сказал. Но по факту сказали вы. По факту сказали вы. В чутельку была метафора. Вы сейчас тоже сами взяли и обманули сами себя. Нет, метафора была прямо то, что нужно. Ох уж, поверьте мне. Это ваше только... На каком основании я должен тебе верить? На каком основании? Действительно, вы правы. Это была игра слов, но вы поймали меня на этом. Не спорю. О, видишь, я умею ловить человека за язык. Раз поймал, и всё. Но по сути, по сути, вы просто же однополярный. Неправда. Если мне показывают достоверные факты, или приводят достоверные аргументы... А как вам могут показать, если вы находитесь... Вы же на Западе живёте, правильно? Да, я живу в Калифорнии. Калифорнии. А как вы можете, получается, увидеть достоверный факт? Ну, с помощью видео, ты знаешь, сейчас очень всё делается легко с помощью видео. Плюс я практически никогда не доверяю одному источнику. Я смотрю, если несколько разных независимых источников говорят об одном и том же, то степень доверия многократно вырастает к этому факту, понимаешь, или аргументу. Интересная у вас позиция. Нет, у меня, знаете, у вас интересная просто позиция. Сидя на третьей стороне, типа, осуждать и одну, и другую. То есть я нахожусь на одной стороне, в России живу. Вы проживаете вообще в Америке, но рассуждаете, и в какой-то степени, судя по всему, по тому, что я видел, просто моё предположение, что вы считаете, что Россия и русский мир вообще не правы во всём. Нет, я не говорил, что во всём. Мы говорим конкретно о войне с Украиной, да, конечно. Вы считаете, что не правы во всём? Ну, в войне с Украиной, конечно. Естественно. Можете поведать мне? Вы смотрите, я слышу разные мнения, в основном только маты в свою сторону. Ну, как почему? Потому что человек, потому что страна напала на соседнюю страну, неизвестно по какой, для чего, даже неизвестны цели. То, что деноцификация, демилитаризация, то, что вам навешали лапшу на уши, вы же сами в это не верите, я надеюсь. Ну, а вы базы НАТО не видите вокруг России? Вокруг России вижу. Да. В Европе, в Европе вижу, да, вижу. А что сделали американцы, когда на Кубе разместили ядерное оружие? Кто разместил ядерное оружие? Советский Союз ещё в своё время. А, американцы дали под задницу Советскому Союзу, и он быстренько убрал это оружие. Да нет, с Кубой что произошло вообще? Она же под санкциями сколько, 60 лет? Да. То есть им не понравилось то, что рядом с ними появилось ядерное оружие, правильно? Конечно, советское. Нет, не то, что рядом ядерное оружие, а то, что оно советское, то есть потенциального врага. А если базы НАТО это потенциальный враг России? С каких пор базы НАТО стали потенциальным врагом России? Вы что, дурака-то включаете? Ну, ответь на вопрос, простой же вопрос. Ну, НАТО для чего была создана общая обеспечение? Для борьбы с Советским Союзом. После того, как он развалился, и Россия была под Ельциным, под этим алкоголиком, анархистом более-менее нейтральна. Не спорю. Подожди, подожди, ты мне не даешь закончить. Нет, я просто говорю, что я не спорю про алкоголик, анархисты. Хорошо, дай мне закончить ответ, потом будешь не спорить. Окей. Так вот, при Ельцине Россия была абсолютно нейтральна, более того, даже лояльна, более того, даже пыталась вступить в НАТО уже при Путине. Так, если ты знаешь об этом. Да. Так вот, НАТО начало фактически разваливаться, потому что оно начало терять свою основную функцию. То есть, борьба с советским злом. После того, как развалился Советский Союз. Понимаешь? Так что, то, что ты сейчас сказал, это безосновательно абсолютно. Почему безосновательно? А когда Россия пыталась вступить в НАТО, ее же, образно говоря, не приняли. Кто тебе сказал, что ее не приняли? Можно сказать... Кто тебе сказал, что ее не приняли? Владимир Владимирович Путин. Да, а на каком основании ее не приняли? Как ты думаешь? Так, ну, слушайте, у них оснований было какие-то они... А ты знаешь, Украина сейчас тоже пыталась... Вы просили договорить, дайте я... Ее тоже не приняли, Украину. Дайте договорить, тогда вы же просили меня. То есть, Путин же несколько раз даже в своих выступлениях говорил, мы же хотели вступить в НАТО, а нам не дали. Кто не дал, а на каком основании не дали? Ну, на каком основании? У вас же облачное основание. НАТО это не враг. На каком основании НАТО не дало вступить России в НАТО? Ну, сейчас я точно не могу сказать. О, не можешь. Вот с этого надо и начинать этим и заканчивать. А ты в курсе, что Украина... Нет, не надо заканчивать. А, ты считаешь, что чем больше оружия, тем быстрее тебя в НАТО примут? Так НАТО было создано для уничтожения Советского Союза. Советского Союза, но поскольку он развалился. НАТО выполнило свою функцию. Так это же тот же хуй, только в другой руке, извините за выражение. А, ты имеешь в виду, что Россия такой же тюрьма народов, как и Советский Союз? Алмазы, нефть, газ, ну все, это же... А, подожди, то есть НАТО хотело захватить Россию и никель, и газ, да, захватить? Так не хотела. Или как? А что? Потихонечку, ну, оно же подбирается. Для чего? Для чего подбирается? Для чего? Для того, чтобы забрать недр, Господи. Слушай, слушай, а скажи мне, подожди, а скажи мне, почему Америка не забирает недр у Канады, которая в 10 раз слабее Америки и находится прямо на границе, а недр там, можно сказать, что практически как во всей России. Почему Америка вдруг у Канады не забирает недра? Так война будет на их континенте, а им это не надо. Какая война? Канада, в отличие от России, это не является ядерной державой. Там Америка захочет захватить Канаду, это произойдет в считанные дни, понимаешь? Там войны-то не будет. Так а зачем это американцам-то? Вот, а зачем им Россия, ядерная держава на другом континенте? Ты сейчас вообще понял глупость, которую ты сам сказал? Глупость? Вы реально говорите про глупость? Конечно. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...